Всем привет! С вами канал GameStones и Ольга Меликян. Надеюсь, вы хорошо отдохнули в новогодние праздники, поэтому еще раз поздравляю вас с Новым Годом и с Рождеством Христовым. Ну а сегодня я вам расскажу про арбузный турмалин. Среди всей линейки турмалинов есть один, вызывающий всегда очаровательную улыбку. Мимо него не может пройти абсолютно ни один человек, потому что его схожесть с арбузом просто фантастически удивляет. Спасибо, что смотрите мои ролики. Если вам нравится то, что я делаю, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Турмалины – одна из немногих линеек минералов, где можно встретить настоящие полихромные кристаллы, то есть кристаллы, имеющие разнообразие цвета в рамках одного кристалла. Так как же проявляется эта арбузность? В центральной части такого кристалла турмалина имеется красная сердцевина. Она окремлена тоненькой, тоненькая прослойка белого оттенка, и потом уже идет зеленая. Получается, смотришь и видишь настоящий арбуз. Похожих кристаллов, как арбузный турмалин, природа еще не придумала. Интересно, что такие арбузные турмалины выигрышно смотрятся всегда. И в огранке, и в кабошонах, и даже в так называемых слайсах – тонких ломтиках, которыми любят нарезать ювелиры такие арбузные турмалины. Расскажу о парочке интересных и диких легенд о турмалине. Одна из забавных легенд Древнего Египта гласит о том, что цвет полихромный турмалин получил благодаря полету через радугу. Ну что ж, у египтян очень хорошая фантазия. А согласно индийской легенде, только мужчины могли иметь право носить турмалин, особенно арбузный турмалин. Считалось, что женщина, которая наденет кольцо с таким турмалином, станет крайне озабоченной, причем совершенно не делами. Полихромный турмалин является вторым по стоимости. После самого дорогого турмалина Параиба и малинового оттенка Рубелита. При этом, чем более прозрачный образец и более красивый, то есть не имеющий дефектов, тем, конечно, выше стоимость. Какие свойства очень сильно влияют на стоимость полихромного турмалина, арбузного турмалина? Их несколько. Конечно, прежде всего стоит сказать о полихромности, то есть непосредственно о видах оттенка. Чем более яркие и насыщенные виды оттенка представлены в арбузном турмалине, тем более дорогой образец. Сами природные кристаллы турмалина встречаются, то есть они имеют форму скругленного треугольника в сечении, и при этом поверхность их имеет такую продольную ребристость. Поэтому, если вы покупаете образец кристалла, например, турмалина, то обратите внимание, что выглядеть он должен именно так. А если вы видите ювелирное изделие с тонкой пластинкой такого турмалина, то однозначно она будет иметь вид скругленного треугольника, где сердцевину будет занимать малиновый оттенок, розово-малиновый, а окаймление зеленый. У турмалина очень хорошая твердость, порядка 7-7,5 по шкале Маоса, по 10-ти бальной системе. Однако, вместе с тем, минерал достаточно сильно насыщен включениями, поэтому является хрупким. Поэтому, конечно, бережное отношение к вашему любимому арбузушу просто необходимо. Прозрачные образцы арбузных турмалинов даже делают по ним огранку. А вот те образцы, которые не имеют прозрачности, используют так называемые слайсы, то есть нарезают ломтиками. Есть одно свойство у турмалинов, которое выражено очень ярко. Это способность наэлектризовываться. Я могу сказать, что это отличное средство для того, чтобы диагностировать камень, потому что все турмалины электризуются, и даже это свойство турмалинов используется в промышленности и в точной электронике. Проверить очень просто. Вы можете взять небольшой кусочек бумаги, нарезать его мелкими-мелкими бумажками и потереть обо что-то, об шерсти или об какой-то другой предмет, ваше украшение с турмалином. Если бумажки начнут притягиваться, то однозначно свойство проявляется. Сейчас самые яркие турмалины, которые представлены на ювелирном рынке, как правило, идут из Бразилии. Но есть еще очень хорошие образцы из нашего Забайкалья и Среднего Урала. Еще арбузные турмалины встречаются на Шри-Ланке, Мадагаскаре, Индии, Мьянме, США, Афганистане. В Бразилии в 1978 году был найден уникальный кристалл арбузного турмалина. Уникален он был своими размерами. Его размеры составляли в высоту более метра. Стоимость арбузных турмалинов стартует от 100 долларов за карат. При этом непрозрачные образцы, это где-то 150-200 долларов, а уже такие хорошие прозрачные образцы могут доходить и до 2000 долларов за карат. Узнаваемая яркая внешность, красивые цвета и прекрасный, великолепный ломтик, который ни с кем никак не спутаешь. Именно за эти чудеса мы так любим наш арбузный турмалин. Спасибо, что вы со мной. Увидимся завтра, где я расскажу о самоцветах одного из богатейших регионов нашей страны, Забайкали. И что там происходит сегодня с самоцветами.